МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости в студии Натальи Токмагашевой. В начале выпуска коротко о главных событиях. Хотели как лучше, получилось как всегда. Течет, значит, наша квартира и 48-я. У них другой конец, но течет все то же самое. Коммунальщики отремонтировали крышу, а потоки воды с потолка стали еще больше. Старый новый садик. Нам позвонили и сообщили приятную новость. В Кемерове восстановили работу закрытой в 90-е годы детсадовской группы. В Топках убили лосей. Браконьеров задержали на месте преступления. Президент Владимир Путин провел видеоконференцию по решению социальных проблем моногородов. В совещании участвовали главы Министерства регионов, в том числе губернатор Роман Тулеев. Основная проблема моногородов – высокая безработица. И с помощью господдержки с ней активно борются по всей России. На совещании обсудили, что наиболее успешно программа реализована в Кузбассе и поблагодарили Амана Тулеева. В Кемеровской области 19 моногородов. Из них три самых сложных – это Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевский, Таштагол. Они вошли в федеральную программу. В итоге область получила более 3 миллиардов рублей и привлекла еще 8 миллиардов частных инвестиций. Это позволило создать 11 тысяч современных рабочих мест. Уровень безработицы в этих моногородах и в целом по Кузбассу уменьшился в три раза, подчеркнул губернатор. На телефон горячей линии поступил звонок от Кемеровчан. Во время дождя в двух квартирах дома номер 33, что по улице рекордной, со стен бежали потоки воды. Хозяева в шоке, ведь коммунальщики отремонтировали крышу всего неделю назад. Елена Бондарева оценила масштабы ущерба. Без лишних разговоров Светлана Владимировна показывает масштабы причиненного ущерба. Всего за пару часов дождевая вода размочила штукатурку одной из комнат. Обои вздулись, книжная полка упала на телевизор вместе с державшими ее шурупами. И хотя за 18 лет жизни на девятом этаже они почти привыкли к подобным происшествиям, этот случай из ряда вон выходящий. Работники ООО «Рекорд» совсем недавно закончили ремонт крыши. И вот результат. Я не могу ремонт сделать, потому что а смысл какой делать? Оно же все разрушается. И вот это сначала немножко обои, значит, висели, скоро они вообще упадут. И живем как в бомжатнике. Простроенная хозяйка еле сдерживает эмоции. Сколько можно терпеть, а не сможем платильщики добросовестные? Почему коммунальщики не могут столь же добросовестно выполнять свою работу? За что тогда платить, если в итоге самим приходится ремонтировать? 18 лет дому, 18 лет эта крыша у нас течет. Мы-то всю эту историю знаем. Мы несколько раз делали сами. Когда была возможность залезть на крышу, битум плавили, сами там заливали. Поистине христианское долготерпение. А могли бы и в суд подать? Нет, стараются все вопросы миром решить. Соседи с квартиры напротив тоже попались терпеливые. Когда коммунальщики крышу залатали, поспешили ремонт начать. А зря. Вот решили сделать ремонт, и видите, что получается. Уже как на чистовую почти хотел обои наклеивать. А куда их наклеивать? Все отвалится опять. Сколько не обращались в рейл? Ну, вроде бы сделали что-то там наверху. Но дождь как пойдет, так с крыши все бежит. Разрешение вопроса оказалось на удивление быстрым. Съемочная группа едва успела на студию вернуться, а коммунальщики уже пришли квартиры затопленные осматривать. Акции оставили, и швы в тот же день залатали. Мы что могли, сделали. Промазали раствором, запенили раствором, промазали мастикой, промазали, все сделали, как бы все везде. Но, по-видимому, это недостаточно. Сегодня мы проклеили векаром эти места все, промазали даже мастикой. Но работы будут повторяться еще в сухую погоду. Все равно мы дождемся, солнышко будет, мы повторим эти работы. Быстро не значит качественно. Неделю назад эту крышу уже ремонтировали, и вот результат. Главное, чтобы ситуация не повторилась. По инструкции, гермитирующую ленту векар можно применять на сухой или подсушенной поверхности. В противном случае, деньги на ветер. Точнее, в воду. Елена Бондарева, Константин Червяков, Дмитрий Фокин. Новости моего города. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко потребовал распустить Госдуму, если антитабачный закон не будет принят в том виде, в каком его предложил Минздрав. Цитирую. Если наша дума не примет закон, который внесен, я как гражданин поставлю вопросы о ее распуске. Я имею право, как избиратель, так говорить. Закон поможет курильщикам избавиться от этой зависимости. Когда запрещено курить в баре, в общественных местах, создавая эти барьеры, для них мы им помогаем. Я уверен, что подавляющее число курильщиков, хотя и утверждают, что хотят курить, на самом деле хотят бросить. Они прекрасно понимают, какой вред это наносит. Трое тапкинцев хотели отведать деликатес – шашлык из лосиного мяса. Даже подстрелили парочку сахатых, вот только зря они охотились в заповедном месте. Браконьеров задержали с поличным. Как мужчины поплатятся за инстинкт добытчика? Смотрите далее. Четыре центнера лосятины в багажнике не утаишь. Молодые люди надеялись, что ночью спокойно увезут мертвого сахатого. Застрелили они его еще днем, но при свете побоялись забрать мясо. Животные разделали, все ненужные части бросили у реки. Эти рожки да ножки заметил местный егерь, позвонив в полицию. Злоумышленников поймали во время перевозки туши. А на следующий день лесники наткнулись на еще одного убитого лоси. По данному факту на место происшествия была отправлена следственно-оперативная группа. При выезде на место происшествия было установлено, что двое граждан, один из которых является жителем деревни Симонова, второй жителем деревни города Кемерово, поселка Пионер, выехали в первый восстановительный участок Шишинского обхода Топкинского района для осуществления незаконной охоты. Сами задержанные рассказали, лосей убили случайно. В лес приехали, вообще-то, за зайцами. Но когда увидели сахатых, не удержались от соблазна. Очень уж хотелось отведать деликатесного мяса. Гуляли, увидели, стрельнули. Вот их объяснение к себе, кушать. Семья большая, есть нечего. Дети маленькие, есть им нечего. Сейчас в отношении браконьеров возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота» и ведется следствие. Лариса Михеева, Наталья Токмагашева. Новости моего города. Буквально час назад в Кемерове возле пятой поликлиники сбили пешехода. К счастью, женщина жива, но сильно пострадала. Она переходила дорогу в неположенном месте и стояла посреди проезжей части прямо на разделительной полосе. Ее сбила ехавшая мимо машина. В условиях плохой видимости пешехода было трудно заметить. Час пик, мокрый снег с дождем и темное время суток сыграли свою роль. Скорая приехала быстро и отвезла пенсионерку в больницу. Погода ухудшилась. В связи с этим, по словам сотрудников госавтоинспекции, количество аварий резко возросло. Ночью ожидается понижение температуры. Возможен гололед. Инспекторы просят быть предельно внимательными водителей и пешеходов. Наркоман из Полысаева замахнулся на звание Раскольникова. Чуть не убил топором свою незрячую тетю. В поисках денег на дозу он пробрался в квартиру родственницы, не зная, что она там. Женщина получила удар по голове. О том, какой удар она получила от осознания того, что племянник был в шаге от убийства, остается только догадываться. После совершения преступления молодой человек пытался скрыться от полиции, спрятался в подполье своего дома. Однако полицейские установили его местонахождение, задержали и доставили в дежурную часть. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью». Молодой человек находится под арестом и ему за совершение преступления грозит до 15 лет лишения свободы. А если вам стало известно о преступлении, звоните нам на телефон горячей линии 8 933 300 0300. Об этом узнает весь Кузбасс. Сегодня в детском саду номер 163 в Кемерове все вернулось на круги своя. В 90-е годы, когда случился спад рождаемости, одну из групп закрыли за ненадобностью, а освободившиеся помещения стали сдавать в аренду. Теперь родители вновь будут приводить сюда детей. Елена Мешкова о старой новой группе. Когда-то по этим ступеням дети боялись подниматься больше всего. Помещение арендовал частный стоматологический кабинет. Но сейчас это здание обещает стать самым любимым среди местных малышей. Они пока еще неумело хлопают и с восторгом смотрят на более старших детсадовцев. Настоящее новоселье устроили для новичков, ребята и воспитателей. Правда, вместо кота для осмотра нового жилища привели корову. Видимо, для того, чтобы продемонстрировать творческий подход к повседневности. Тех, кто сегодня первый раз в детский сад, здесь обязательно научат и петь, и танцевать. А пока о малышам зрелище, о почетном гостям из городской областной администрации, традиционный каравай. Может быть, открыв одну группу, мы не так уж сильно сокращаем. Это 25 детей устраиваем. Но если взять в целом ту политику, которая проводится в городе, в этом году мы уже более 1100 мест дополнительно открыли. И до конца года еще два детских сада ведем. Капитальный ремонт, новая сантехника, мебель и игрушки. Придумывал интерьер для самых маленьких воспитанников целая творческая группа во главе с педагогом по ИЗО. Желтый цвет для игровой комнаты, чтобы даже долго сибирской зимой здесь было солнечно. Успокаивающий фисташковый для спальни. Ее оценил трехлетний Эмиль. Он уже выбрал себе кровать. Первый детсадовский день вместе с малышом не только родители, но даже новорожденная сестренка. Когда мы подали документы, то мы были на очереди 60-е. И вот спустя почти два с половиной года до нас захлала очередь. И вот как раз к тому времени, как мы собрались ребенка везти в садик, нам позвонили и сообщили приятную новость о том, что готовы нас принять. Для 25 малышей сегодня первый день в обществе сверстников. Чаепитие со вкусным пирогом – отличная атмосфера познакомиться и найти первых в жизни друзей. Елена Мешкова, Константин Червяков. Новости моего города. От курсанта до первого заместителя начальника главного управления по делам ГО и ЧС Кемеровской области. Михаил Васильевич Чернов прослужил в системе гражданской обороны МЧС России более 32 лет. И сегодня стал почетным гражданином Кемеровской области. С этим званием его поздравил губернатор. Михаил Васильевич неоднократно возглавлял поисково-спасательные работы при возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Просто праздник какой-то. Территория одного из дворов Ленинского района Кемерово отремонтирована и открыта для местных жителей. Капитальный ремонт сделали быстро, а открытие происходило в торжественной обстановке с традиционной красной ленточкой, выступлением артиста и развлечениями для юных горожан. Наша съемочная группа оценила проделанную работу и поделится впечатлениями. Пусть летит эта лента, пусть открываются новые объекты. Жители Комсомольского 63, Марковского 22А и еще нескольких домов квартала ждали этого счастливого момента последние несколько лет. Писали письма, обращались к чиновникам разных уровней. Взялся помочь депутат Кемеровского городского совета, управляющий директор холдинговой компании СДС «Энерго» Дмитрий Кузьмин. Сегодня мы как раз находимся в том месте, которое позволило нам соединить вот эти два больших жилых массива в единый. И в целом сегодня очень комфортно, можно и пройти, и проехать по проезжей части, которая находится внутри домов. Две недели работы и по гладкой дороге уже ездят автомобили. Идут пешеходы, мамочки гуляют с колясками, не боясь оступиться на кочках. Конечно, удобно, когда дорога ровная, нежели они там в кочках вся, просто неудобно. А так все ровненько, и с коляской выходишь ровненько, и подъезды к коляскам сделали. Ну, чтобы не из бордюра прямо ее сбухивать в коляску, а аккуратненько. Людмила Ивановна Бавчук старшая по дому. Несмотря на возраст, дама энергичная. За порядком в подъездах успевает проследить и проконтролировать работу дорожников. Отмечает, ребята молодцы, все сделали быстро и качественно. Проверяла, как делают ремонт, принимала ремонт. И сейчас слежу, где что не так? По инициативе Дмитрия Геннадьевича делается много полезных, важных и нужных дел для того, чтобы жителям района жилось комфортно. Около километра дороги, новые детские игровые комплексы, благоустройство прилегающей территории. Средства на все это выделили из городского бюджета. Потрачено ни много ни мало 30 миллионов рублей. Впрочем, вложения нужные и долгосрочные. При бережном отношении жителей прослужат много лет. Надежда Матюнина, Лена Бондарева, Константин Червяков. Новости моего города. Навоз и куриный помет дадут дешевое тепло и электричество удаленным регионам Кузбасса. Сегодня в КузГТУ прошел международный семинар использования источников биоэнергии. Немецкие ученые показали, как можно получать метан с помощью разложения травы и отходов животных. Этот газ с помощью специальных установок можно в дальнейшем перерабатывать в дешевую электроэнергию. Мало того, что такие агрегаты производят до 70 миллионов мегаватт-часов электроэнергии, так еще и природа в сохранности. Ежегодно в атмосферу из закрытых шахт выделяется 500 миллионов тонн метана. Он вызывает парниковый эффект, что в свою очередь ведет к глобальному потеплению. Для Кузбасса разработки ученых из Германии особенно актуальны, так как метан до сих пор выделяется из закрытых шахт. У нас тоже сегодня 43 шахты закрыты. И в перспективе стоит такая же задача перед нами. А себестоимость добычи в Германии, вы слышали, 5-7 центов. Поэтому это сегодня те деньги, та себестоимость, которая бы дала революционное продвижение в электроэнергетике, в малой энергетике, в обеспечение народного хозяйства частного сектора, отдаленных селений, деревень, именно дешевой электроэнергии. Продолжение следует...